Главный разрушитель года Эльвира Набиулина. Она возглавила соответствующую категорию рейтинга самых влиятельных людей в Европе. Рейтинг этот составил издание «Политика» удостоилась звания главного разрушителя Эльвира Сахибзадовна за спасение рубля и вообще российской экономики, за личный вклад в это дело. Главным мечтателем в этом рейтинге, кстати, назван Владимир Зеленский. Мечтателем, не деятелем. На втором месте после Зеленского Алексея Навальный. Но вернемся к Эльвире Набиулиной. Отмечается, что благодаря ее действиям планы Запада по уничтожению российской экономики провалились. Центробанку удалось предотвратить последствия без прецедентных санкций. Ну, давайте обсудим королеву рейтинга разрушителей с экономическим обозревателем Богданом Бакалейко. Он прямо сейчас к нам присоединяется. Богдан, привет. Привет, привет, я. Ну, скажи, пожалуйста, самый главный вопрос. Это действительно женщина-кремень? И вот именно личный вклад и личная заслуга Эльвиры Сахибзадовны так важна в том, что Путин и россияне тоже, конечно же, чего уж там минимально пострадали от введенных санкций? Лен, ну, у Эльвиры Набиулиной ровно месяц назад был юбилей, 60 лет, и мне кажется, что политика сделала ей такой подарок. Конечно, в кругах экономических, в общем-то в российских, да и не только в российских, принято Эльвиру Сахибзадовну только хвалить. Она действительно очень эффективный глава Центрального банка, она действительно неплохо до начала войны справлялась и с инфляцией, и со скачками курса рубля, потому что, в общем-то, санкционная история и давление на российскую экономику начались с 2014 года, с аннексии Крыма. И в целом, да, Эльвира Набиулина, я вот только не знаю насчет того, что технократ ли она, потому что у нее в руках довольно много власти. При ее десятилетнем правлении Центральный банк стали называть такой журналистский шаблон мегарегулятором, хотя раньше Эльвира Набиулина, ну, раньше Центральный банк был просто регулятором, потому что она, в общем-то, консолидировала вокруг себя довольно много власти, довольно много в финансовой структуре систем. Вот, и если мы посмотрим, в принципе, статью «За политика» о Эльвире Набиулиной, там вот прям первый абзац, ее, во-первых, называют банкиром Путина, тоже выписал, поражаюсь, называют ее банкиром Путина, а во-вторых, говорят, что это она поборола все западные санкции. Мы знаем, любой экономист знает, за что отвечает Центральный банк. Он отвечает за денежно-кредитную политику, а не за обход санкций. Если говорить по факту, она отвечает за инфляцию, за курс рубля и за то, чтобы банки не банкротились, но никак не за невероятные там какие-то обходы санкций и стабильную экономику. За это Эльвира Набиулина не отвечает. Более того, называть ее банкиром Путина в принципе экономически неграмотно. Все мы знаем, кто такой банкир Путина. Если вы вобьете в гугл, я специально тоже проверил перед эфиром, вбиваете в поиск банкира Путина и появляется Юрий Ковальчук. Не банк России, а банк России, а банк Россия есть такой, в котором у Владимира Путина открыт счет, и где он, в общем, держит все свои деньги, и через который вся отмывочная система Путина работает. Поэтому я все-таки к этой статье бы относился так, немножко со скепсисом, либо в политику. Они совсем разбираются в экономике, и непонятно, зачем они идут. Но они же политику, а не экономику. Вот да, им скорее надо политикой заниматься. Если, опять, да, Эльвира Набиулину не очень принято ругать, ее чаще хвалят. Но я все-таки попытаюсь, хотя и мне будет довольно сложно. Ну вот смотрите, инфляция сейчас в стране, то, за что отвечает Эльвира Набиулина, не 4% ее вот таргет, а 7,5% это центральный банк признает, это официальное только. Если мы послушаем других экономистов, продуктовая инфляция, это то, что мы ощущаем, она там под 30%. То есть цены растут очень сильно, Эльвира Набиулина с этим ничего сделать не может. Потому что из-за войны, в общем, у центрального банка абсолютно нет никаких инструментов как-то на все это дело повлиять. С курсом рубля, то он 50, то он 100, то он 85, то он 90. То есть никакого стабильного курса рубля тоже нет. И здесь Эльвира Набиулина может использовать вот только свой инструмент с жесткой ключевой ставкой, высокой ключевой ставкой, жесткой монетарной политикой. Но и здесь как бы у нее ничего не получается. Да, банковский сектор живет, да, банки заработали в этом году рекордные суммы денег. В том числе потому, что люди берут кредиты активно. С банками ничего плохого не происходит. Но если вот прям докапываться, то ключевые параметры, за которые отвечает сейчас центральный банк, они летают то вниз, то вверх, и центральный банк на них никак повлиять не может. Потому что на них влияет война, государственные расходы, бюджетные расходы. А это уже не Эльвира Набиулина. Это Владимир Путин, который говорит Антону Силуанову, давай, друг дорогой, нам нужно все на оружие, все на пушки, все на танки. Антон Силуанов рисует какие-то выдуманные цифры в бюджете. Непонятно, как по этому бюджету Россия будет в следующем году жить. Эти деньги тратятся, Эльвира Набиулина только за ними все это подчищает. Поэтому я бы так сказал, что она, конечно, невероятный эксперт, очень классная глава центрального банка. Если вы зайдете на YouTube-канал центрального банка, он еще существует, и там, конечно же, есть две звуковые дорожки. Вы можете смотреть заявление Эльвира Набиулина на русском и на английском языке. И на английском языке у нее там тоже есть приличное количество просмотров. То есть, исходя из этого, мы можем сделать выводы, что на Западе за деятельностью и за тем, как управляет центральным банком в условиях войны Эльвира Набиулина, следят очень пристально, внимательно. Я уверен, что она в учебники попадет уж точно. Потому что не каждый глава центрального банка справился бы с тем, что сейчас происходит в стране. Тем не менее, она здесь скорее подчищает, но никак не главный экономист Владимира Путина, который вообще отвечает за все и все санкции эти побеждает. Вот как-то так бы я тебе отвечу. Подчищает хорошо, видимо, Богдан. Вот ты сказал, что у нее такие довольно жесткие, ну, например, с ключевой ставкой прыжки происходят. А политика, вот я читала о том, что она хвалит ее за жесткость вот этих решений, принятых за то, что ей все-таки удается такими методами держать контроль. Но я сейчас хочу... Ты знаешь меня, что я вообще насчет экономики... Я политику, а я насчет экономики не особо. Брошки. Да, про брошки не надо. Про брошки мы уже как-то все выяснили, мне уже тоже скучно тем. Но я поговорю с тобой. Однажды я была в Центробанке. Я брала интервью у Эльвиры Набиулиной. И из всего интервью Малча запомнила, потому что он человек такой, очень там стоит вокруг четыре пресс-секретаря, интервью дают очень-очень вот по такому узкому коридору, чтобы ничего лишнего не спросили, чтобы все вопросы оговорены заранее. Потому что если, как мне это тогда объясняли, еще мирные, очень мирные даже в викторианские времена, что если что-то Эльвира Сахибзадовна ляпнет не то, то скаканет что-нибудь на бирже или курсы, что-то вот прям будьте любви. А мы с ней про банки разговаривали, тема такая, в которой надо идти по очень узкому коридору, вопросов и ответов. Вот, так меня, соответственно, интервью не особо не запомнилось, как ты понимаешь, но что мне запомнилось? Там вот у них вот этот зал заседаний, когда мимо него проводят, меня практически чуть ли не разутся попросили, хотя там и так ковры сказали. Здесь мы ходим очень-очень тихо, Лена, потому что есть такая примета, что там, где принимаются самые важные решения про деньги, там нельзя ни в коем... Даже если сейчас там никакого заседания ничего не идет, но все равно здесь надо очень тихо проходить. Я тебе хочу сказать, в общем, все это, к чему я говорю. Может, она просто фартовая, а? Вот, понимаешь, сидит там. Соблюдает все вот эти вот... Да, 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 действительно, очень сильная. Да, Лена. Соблюдает все приметы. Фартовая очень, понимаешь? Нефть при ней сильно не падает. Все работает, понимаешь? Правильный гадалка. Это Путин скорее фартовый. Скорее Путин фартовый. Ну, во-первых, про само здание Центрального банка. Я тебе так скажу, я там работал какое-то время, и, в общем, это такой Хогвартс. Там куча-куча помещений. Да, действительно, там все очень жестко с безопасностью. И, понятное дело, что, да, там своя особая культура работы. Там нужно в том числе где-то соблюдать тишину. Вот. По поводу Эльвера Набиулина я не соглашаю. Владимир Путин фартовый. Вот при нем, да, действительно, и нефть дорогая. И экономистов он умных нашел, хотя потихонечку растерял практически всех. Вот одна Набиулина и осталась. Наверное, поэтому политика на нее обращает внимание. Ну, потому что, ну, Мишустин, вот это действительно технокран. Ну, как бы человек абсолютно бесцветный с точки зрения политики. Там Силуанов такой же. То есть Набиулина — это единственное, наверное, что-то светлое, если мы можем говорить такими определениями про тьму, которая сейчас управляет Россией. Что-то светлое во всей этой системе. Было очень интересное расследование «Медузы». Вот когда только-только началась война, Рита Лютова, наша коллега, делала расследование о том, что же там вообще в головах у Центрального банка. И она приводила рассказ с Константином Сониным, с экономистом, который тогда переписывался с Ксенией Юдаевой. Она на тот момент была первым заместителем Набиулина, и сейчас она ее советница. И, в общем, как раз политика почему-то сравнивает Набиулину с Альбертом Шпеером. Альбертом Шпеером — это был оружейник при Гитлере. Но она не оружейник при Гитлере. Оружейник, скорее, Чемизов какой-нибудь. Они как раз в Центральном банке, если верить расследованию «Медузы», они себя сравнивают с Ялмаром Шахтом. Это как раз был глава Рейхсбанка. И его как раз Нюрнбергский процесс помиловал. То есть с ним все было хорошо. Так вот, когда Сонин спрашивал у Юдаевой, «Может, тебе надо уйти?» Она говорит, что «Да нет, если мы сейчас уйдем, то на наше место поставят Глазева какого-нибудь, а Глазев по-любому начнет печатать деньги, и вся эта система рухнет в одну секунду». То есть они там действительно понимают, что если не они, то, скорее всего, никто. Такого качества экономистов, финансистов, таких, как в Центральном банке, в России сейчас как будто бы уже не осталось. Да, но вот некоторым образом, ты знаешь, я боюсь, что пойдет мода на это все. Значит, нельзя восхищаться самим Путиным по понятным причинам. Я имею в виду, на Западе. Среди нас-то мода такая точно не пойдет. Но я имею в виду, там, на Западе, в какой-нибудь интеллектуальной среде, что вот они, конечно, знаешь, силы зла, но какие они профессионалы, вот это вот все. Ну и ты сейчас к этому немножечко даже добавил, я бы сказала. Спасибо тебе, Богдан, что пришел. Да, и Дарт Вейдеры, да, но они очень-очень-очень мощные Дарт Вейдеры, это правда. Ладно, посмотрим, как пойдут дела дальше. Спасибо, Богдан, что пришел. Богдан Бакалейко, экономический обозреватель, даже некоторым образом наш экономический, наш собственный экономический обозреватель, Богдан Бакалейко, от чего особенно приятно, был в эфире программы «Воздух». Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, так вы помогаете нам распространять ролики и подписывайтесь на канал Ходорковский лайф, если почему-то еще этого не сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!